Продолжение следует... Второй принцип — это для мужчин исключительно... Для женщин можно выразить так, что нужно поддерживать гигиену очень тщательно в своей репродуктивной сфере. Вот и всё. Больше я ничего не скажу. А для мужчин я больше скажу. То есть у мужчин есть орган устроен так, что есть вот эта вот кожа, и она может быть надвинута, либо она может быть сдвинута назад на половом органе. Когда кожа надвинута, тогда, во-первых, есть шанс, что накапливается, как это называется, загрязнение. То есть выделяются секреции определенные вещества. Эти вещества, если они выделились, и ты их не смыл, не убрал, то у них есть срок годности, они разлагаются, и возникает воспаление. Когда воспаление возникает, чешется, и постоянно внимание опять направляется в сфадистан, на чакру, создавая ненужное возбуждение. Плюс вот это вот движение этой кожи, оно создаёт дополнительное опять половое возбуждение. Может быть оно где-то незаметное, подспудное, помаленьку. То есть нервы, они активны, ты даже скажешь, я нормально всё, я не возбуждён. Но это происходит. То есть ты не возбуждён ещё, ты не дошёл до критической массы. Но нервы, они всё время сигналы идут, сигналы идут, сигналы идут. Части мозга, которые за это ответственны, они обрабатывают эти сигналы. И энергия тратится всё время. Поэтому рекомендация нашего мастера то, что нужно оттягивать вот эту крайнюю плоть назад. Несколько вариантов есть. Один вариант – это у естественного людей, им ничего делать не надо. Это просто у них так и есть. У других людей это неестественно, поэтому нужно приучить себя к этому. То есть начинать оттягивать. И у некоторых людей невозможно оттянуть, потому что слишком маленькое вот это отверстие. И для них что делать? Им нужно делать операцию для того, чтобы можно было это сделать. Понятно? Либо обрезание, либо какое-то там расширение. То есть эта операция делается. И всё у тебя всегда открыто, всегда чисто. Никогда не загрязнило. Всегда открыто и всегда чисто. Тоже очень важный пункт. Примерно той же самой направленности, что и первый пункт. Да, а у детей это с какого возраста, у мальчиков? С любого возраста надо приучать максимально. Чем раньше, тем лучше. Ну а как по поводу того, что орган ещё совсем молодой, и там касание и вообще заливание очень? Кожа грубеет и всё. Быстро грубеет. Спасибо. 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 Спасибо.